Всем доброго утра! Сегодня пятница, 7 июля. Прекрасная погода, и я считаю, самый подходящий день для того, чтобы снять очередной ролик по Гданьску. Поехали! Я сейчас нахожусь на станции Гданьск-Олива с историческим вокзалом 1870 года, когда через тогдашний пригород прошла железная дорога Данцик-Штеттен. Сейчас в основном используется как остановочный пункт СКМ. Вот как раз сейчас на такой электричке я и поеду в центр города. Для меня сейчас это самый удобный вид транспорта, находится недалеко от моего дома и работы, и добраться до центра можно буквально за 15 минут вот в таком пустом вагоне. Это утро, будний день, и почему-то никого нет, я одна в вагоне. Такое, кстати, у меня в первый раз, чтобы вообще никого не было. Все, вот я приехала в форум, сейчас у меня будет тренировка, позанимаюсь часик, потом позанимаюсь польским, а потом уже пойду проводить экскурсию по Гданьску. У меня есть пару идей, куда можно сходить в интересные места, так что посмотрим, что у нас сегодня получится. Сейчас вам еще покажу свой фитнес-зал. Я вот иду только второй раз, но мне очень нравится. Я прям, я бы сказала, что я даже в восторге от него. Во-первых, он совершенно приемлем по цене, во-вторых, там все на таком уровне, что если сравнивать с моим залом, в который я ходила в Москве, то это небо и земля. Хотя там, что говорит, там был зал, в который, чтобы пойти, мне пришлось брать рассрочку, потому что он стоил не как здесь. Вот, подхожу ко входу, тут круглосуточная система доступа, без лишних карт и ключей, выдаваемых на рецепшн, все очень удобно. Как будто в ночной клуб заходишь, у меня такое ощущение. Но это не ночной клуб, это фитнес. Что касается цены, она очень приятная. Если заключать контракт на полгода, то первый месяц стоит 1 злотый, 1 злотый. И последующие месяцы списывают с карты по 150 злотых. Если вы ходите только в один зал, если вы хотите посещать любой зал в городе, всего их, например, в Гданьске 2, то там еще есть доплата в районе 30-40 злотых. Есть все необходимое, работает 24 на 7, единственное, чего, наверное, не хватает, это сауна и бассейн, но я так понимаю, здесь вообще в Гданьске таких залов практически нет. И нет, это, конечно же, не реклама, это просто очередное место, которое мне нравится и которое я захотела вам показать. Может быть, кто-то, кто посмотрит ролик, решит также заняться спортом. Классно, что есть и индивидуальные занятия, и с тренером, и групповые, и какие хочешь тренажеры. Занимайся не хочу. Я сейчас приехала в знаменитый район Сточни, в котором я тоже особо не была. Гданьская судоверфь – крупное судостроительное предприятие Польши в городе Гданьск. Известный как место возникновения движения «Солидарность» в 1980 году. Создана судоверфь в 1945 году на базе двух немецких верфей, сильно разрушенной в годы Второй мировой войны. А приехала я сюда как раз для того, чтобы посетить Европейский центр «Солидарности». Я ни разу здесь не была, но здесь был уже мой муж и остался под огромным впечатлением. И я тоже хочу сегодня вместе с вами посетить это место. Тут, конечно, совсем другой контент, уже не как в центре Гданьска. Вот, смотрите, белье. Кто-то сушит посреди детской площадки. Дом, конечно, мрачноватый. Вечером тут не хотелось бы оказаться, наверное. Ну, такое. Вот я уже подхожу к музею. Он был открыт в 2014 году. То есть это совсем новое здание. Просто создатели хотели сделать обшивку музея, похожей на железные борта корабля. На площади рядом с музеем находится интересный памятник. Три стальных креста высотой 42 метра, каждый с распятыми на верхушке якорями. 42 метра по количеству погибших. О погибших в забастовке, когда в декабре 1970 года рабочие подожгли комитет коммунистической партии. Создание такого мемориала настояли рабочие Гданьской судоверфи. Справа от здания музея можно увидеть проходную, но сейчас она немного на ремонте. И раньше здесь в окошках проверяли пропуска. Между памятником и музеем бетонная стена, покрытая множеством памятных досок. В память о погибших, боровшихся и победивших. А внутри это суперсовременное здание, где проходят конференции, важные культурно-политические события. И также здесь находится личный кабинет Леха Валенца. Польша сопротивлялась коммунистическому режиму. С самого начала его установления здесь. А к 1970 году волна недовольства докатилась и до Гданьска. Активно формировались подпольные оппозиции. А Гданьск вместе с Варшавой и Краковым был одним из главных их центров. И вот в 80-х годах опять случился рост цен. И первым из польских городов не выдержал Люблин. В июле здесь остановились заводы. А следом уже начали негодовать рабочие гданьской судоверфи. В качестве лидера активисты выбрали бывшего электрика судоверфи Леха Валенцу. Во время забастовки на территории судоверфи собрались представители различных предприятий Гданьска. А в сентябре 80-го года представители таких комитетов, организованных уже по всей Польше, объявили о создании независимого самоуправляемого просоюза «Солидарность», который как раз таки возглавил Леха Валенца. Рабочие добились для себя много прав и свобод. Однако на этом дело не закончилось, потому что ситуация с продовольствием никак не улучшалась, и забастовки продолжались по всей стране, в результате чего в Польше ввели военное положение. «Солидарность» ушла в подполье, но вспышки протеста вспыхивали то тут, то там по всей стране в течение еще многих лет. В конечном итоге в 1989 году правительство согласилось на круглый стол с руководителями «Солидарности», и уже в следующем году Леха Валенца стал президентом Польши. Здесь представлены исторические фотографии, экспонаты, целые экспозиции, демонстрирующие, как поддерживали бастующих работников-жители, насколько пусты были полки в магазинах, и чем запомнилось людям военное положение от того времени. Кстати, на входе я получила аудиогид на русском языке, и поэтому интерактивная подача информации настолько захватывает, что создается впечатление, как будто ты сам в самой таягущей событии, в бурные времена 70-х-80-х годов. Именно оттуда, со стачки Нагданьской верфи, одной из крупнейших в мире на то время, началось падение железного занавеса и развал мирового социалистического лагеря. И проходя мимо оригинальных экспонатов, становишься сам, как будто частью того времени. И тот, кого интересует мировая история, кто хочет прикоснуться к ней своими руками, просто обязан туда прийти. Утром 13 декабря 1981 года в Польше было введено военное положение. Улицы Польши наводнили танки, бронетранспортеры, вооруженные автоматами солдаты. Были задержаны более 3000 активистов, включая Валенсу. Среди активистов становилось все больше молодежи, однако результатов рискованной демонстрации особо не приносили. И уже к осени активность заметно упала. Сторонники солендарности боролись с режимом с помощью опозданий на работу, агитацией через надписи на стенах типа «Зима ваша, весна наша» и бакетирование государственных мероприятий. Первые свободные парламентские выборы в Польше прошли в 1989 году и победила на них Солидарность. И президентом Польши был избран лидер Солидарности Лех Валенца. «Если бы мне сказали в молодости, что я стану лидером, которому удастся победить коммунизм, я бы никогда не поверил», — признался он в одном из интервью. «Вот почему я самый счастливый человек в галактике». Из музея выходишь с ощущением сказки, сделавшейся былью и победы добра над злом. А это, конечно, сейчас очень важно, особенно сейчас, особенно в наше время. И особенно понимая, что эта история очень похожа на то, что происходит сейчас. Солидарность Лех Валенца Осмотр музея занимает около трех часов, ну а потом можно подняться на крышу, где находится смотровая площадка. Подняться на нее, кстати, можно бесплатно, даже если вы решите не идти в сам центр. Виды сверху открываются необычные, не на красные крыши старинной застройки, как многие привыкли, а на брутальные промышленные здания, высокие экраны судоверфи и жилые кварталы для ее работников. Сейчас на территории верфи работают профильные предприятия. Доки ремонтируют суда, краны поднимают грузы. Пустующие цеха стали арт-пространствами или сдаются под различные мастерские. Здесь появились даже несколько кафе, магазинчиков, офисы. И вот в одном из таких мест на арт-фуд пространстве, где много молодежи, играет музыка, я сейчас и нахожусь и хочу показать вам. Очень креативно я видела и мексиканскую, китайскую, турецкую, греческую кухню. На любой вкус можно выбрать. Вот парень рисует граффити. Такое пространство для молодых, креативных и не самых молодых, но очень креативных людей. Я, кстати, удивилась, но здесь даже есть детская площадка. Причем я никогда не могла подумать, что в таком месте, где, наверное, дети не особо предусмотрены, но, видимо, в Польше и такая в Польше страна, где дети предусмотрены везде, то площадка есть и здесь. Вот такой у меня сегодня тамлянчик. Сейчас я его попробую. Посмотрим. С кокосовым молоком. Ну, кстати, очень вкусно, но очень остро. Мы даже не спросили. Хотя я люблю остро, но это прям такой ядреный. Стоит 28 злот. Но тут, я скажу, везде не дешево. Вообще. В этом плане не сэкономить, но классно провести время можно. Так что рекомендую к просмотру моего видео и к походу с ночью всех влажить. Так что до новых встреч. Обязательно ставьте лайк, колокольчик и подписывайтесь на мой канал, если вам интересны мои выпуски. Жду от вас хороших позитивных комментариев. И до новых встреч. Пока.